Новая неделя началась, а значит начались новые новости, с которыми вышла небольшая заминка на выходных и в понедельник. Ну что ж, сегодня вторник, и мы вкратце пробежимся о произошедших событиях. Во-первых, мы узнали, что Владимиру Путину сломали нос. Нет, конечно, не сейчас, а в детстве. Но благодаря этому препятствию он перешел из бокса дзюдо, где сделал большие успехи, как мы можем судить по его черному поясу и девятому дану. Медведев победил в США. Увы, это не Дмитрий Анатольевич, и увы, это не выборы президента США. Это всего лишь победа, пусть на крупном и очень значимом турнире из серии большого шлема US Open, где свою победу одержал. Первую, хочется заметить, предыдущие два финала он проиграл, Даниил Медведев. Что ж, профессор сжег мою ставку в 300 рублей, но зато смог принести нам первый большой шлем в мужском теннисе с далекого 2004 или 2005 года, когда там первенствовал Сафин. У женщин сегодня так трагично. Мария Юрьевна Шарапова выигрывала подряд 8 лет через год 4 разных шлема. Посмотрим, сможет ли Даниил повторить то же самое в мужском теннисе. Но надеемся, что он будет побежать чаще, не каждые два года, а через каждый турнир. Вот как-то так произошли новости спорта. Новости экономики ознаменовались главной судебной тяжевой этого года, которая подошла к своему логическому и неожиданному завершению. Apple потерпел поражение в битве с Epic по поводу 30% комиссии в своем магазине. Что можно сказать? Это позволит мелким компаниям активно расти, но при этом поставит вопрос о том, стоит ли вообще что-то развивать, ведь у тебя потом этот рынок могут отнять другие, так называемые, слабые и незащищенные. На самом деле это ящик Пандоры, и к чему он приведет, сложно судить сейчас. Будем надеяться, что к большим турбулентностям на рынке это не будет вести, увы. В подмосковной деревне Буканинова, если я не ошибаюсь в написании, произошел сход населения, разъяренного убийством местной пенсионерки. Затем этот сход повторился. Причиной стало подозрение в том, что в убийстве пенсионерки виноваты мигранты. Как оказалось, это верно, но мигранты были не из местного общежития, где они размещались в компании подпроизводства окон, а занимающиеся стройкой наемные батраки, скажем так. Ситуация не впервой складывается в России с мигрантами и с населением, и это грустная тема, непонятно, как ее решать. На этом новости, думаю, можно заканчивать.